МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, не высказать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М99,1 ФМ на нашем веб-сайте radioNVC.com и, конечно же, на нашем YouTube-канале. Кстати, YouTube... В студии Анатолий Червец, меня зовут Сергей Закцзамин. Кстати, о YouTube. Да, кстати, о YouTube. А YouTube автоматически удаляет все посты, так сказать, которые связаны с критикой китайской коммунистической партии. Вообще, большая Big Tech, так называемая, по-моему, я не знаю, сотрудничают с китайской народной коммунистической партии, причем на раз. Ну, Google мы знаем. Google. Это мы знаем 100%. YouTube. А Twitter. Twitter, да. То есть, все большие технологические компании вместе с демократической партией вступили в некий альянс с китайцами. То есть, вот как бы... Ну, идеология-то одинаковая. Денежные знаки еще никто не отменял. Понимаешь, вот в чем дело. Что касается вот этих больших технических, технологических компаний, это бабло. Они готовы продать мать родную, заработать пару копеек, все что угодно. А иначе, как объяснить тот факт, что Google отказывается работать... С Пентагоном. С Пентагоном, но в то же время, пожалуйста, за китайские деньги, будьте любезны. То есть, вот такие вот патриоты, американские, большие технологические компании, на ура работают с китайцами. Ну, и ты прав, скорее всего, эти люди, у которых нет ничего святого, червонцы в глазах и все. Ну, естественно. Больше ничего. А что касается демократической партии, то они близки по духу, по идеологии китайской коммунистической партии. И враг у них один. Это средний американец и президент американский. И американская экономика, которая, как Кузьгутки, стоит у китайцев. Абсолютно. Китай во всем пытается доминировать. Вот тут опять в Гонконге, вон, что происходит. И Трамп обещал, что мы отреагируем каким-то образом. А где же те вот демократы, которые так за свободу, за независимость, за все такое? А вот тут языки в одно место засунули, потому что, ну, как же, Трамп выступает против Китая. Ну, нет же свободы, нет за независимость. Есть только одно. Есть власть над народом. Иди власть. Иди власть. Иди власть. Иди власть. Иди власть. Иди, так сказать, ну, вот, во всяком случае, вот ту часть Тихого океана, где они находятся, вот они, ну, вообще покушаются на весь мир. Вот такая у вас компания, дружная против Трампа. К вам же присоединившиеся, так называемые, республиканцы, «Нево-Трамперы». Да, знаешь, Сережа, я тебе скажу честно, я, чем больше я думаю на эту тему, особенно в отношении Китая, отношении с Китаем, я понимаю, что здесь это даже не «Нево-Трамперы». Это люди, которые чисто абсолютно, им пофиг, что произойдет с этой страной. То есть, будем под китайцами, ну, так мы будем говорить по-китайски, что, мы же по-испански и говорим уже. У нас испанский второй язык, правильно? Теперь у нас будет испанский третий язык. Будет мандарин, да. Будет мандарин, так будет больше китайских ресторанов. То есть, понимаешь, люди, которые абсолютно не понимают, что другой этой страны нет. Вот нет ее. Если мы, живя в Советском Союзе, знали чуть-чуть, что в Америку, в Германию, почему, потому что куда бы ты ни уехал, ты везде лучше, чем там, да? А отсюда куда уезжать? Да, вот мне интересно, а вот людишки, которые голосуют за демократов, они это понимают, вот, или не понимают, к чему все это ведет? Каковы могут быть последствия? Понимаешь? Деньги, 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 да, и где деньги? Ну, разные есть. Я понимаю тех, которые... Есть другая идеология у демократов? Не-не, просто я понимаю тех людей, которые вот сейчас чувствуют себя комфортно, получают пособия по безработице больше, чем они зарабатывали, живут в виртуальном мире, они не понимают, что у них отняли жизнь. Они этого не понимают, не видят. Их вполне устраивает сидеть, мастурбировать на компьютер, получать деньги, там, раз в неделю ходить, одев на мордник в магазин, жрачки купить, и все это их вполне устраивает, и они о большем не мечтают. Вот это я понимаю. Но есть ведь другие люди, которые, в принципе, профессионал, так называемые, которые учились, стали адвокатами, врачами, и тем не менее, все равно они поддерживают... Только не забывай, где они учились. Ну, не важно. Нет, это важно. Одно дело учиться в Дипол Юниверсити, или другое дело учиться, допустим, где-нибудь Юниверсити в Норс Кэролайна или Саут Кэролайна. Понимаешь? Разница. То есть, одно дело ходить здесь в Юниверсити в Шикаго, умнейшие люди, то есть, молодежь, толковейшая, умнейшая молодежь, это нужно действительно быть толковым пацаном или девочкой, чтобы поступить в Юниверсити в Шикаго. Но выходят они оттуда. С промытыми мозгами. Вот и все. Так вот, да, печально все это. Очень печально. А самое страшное, знаешь, что вот разговариваешь с людьми и действительно понимаешь, что в большей степени людей интересует только одно, собственный корма. Даже не думают о своих детях. Понимаешь, это не самая большая беда. Это не самая большая беда. Недавно кто-то, то ли Байден давал интервью, в общем, какой-то такой же, по-моему, Байден. И по поводу стремления Трампа как можно скорее открыть Америку, восстановить экономику, произнес фразу, и он, по-моему, говорил, «It is so an American». Блин, с каких это пор, господа демократы, стремление работать, зарабатывать, обеспечивать свою семью, принимать решения, исходя из рисков, стало не американским, не по-американски. Это по-американски, когда сидишь, как баран, и не можешь решить, что тебе делать, куда тебе идти, как себя вести, тебе нужно обязательно, чтобы какой-нибудь Прикстер, губернатор тебе сказал, что тебе нужно делать. Вот это теперь по-американски считается, чтобы ты сидел, мастурбировал на компьютер, получал какие-то бабки от правительства. Это по-американски называется. Да? В перевернутом мире живут. Вообще не понимаю. Джо Байден, ладно, черт с ним. Давай, примем звонок. Давай попробуем. Добрый день, вы в эфире. Слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот говорят, что в связи с тем, что коронавирус вынудил перевести преподавание онлайн, говорят, что университеты навряд ли вернутся к старой форме преподавания в классных комнатах, так что так в основном все и останется. Вот как вы думаете? Нет, это ерунда, Варвара. Это все-таки спасет нашу молодежь, и они не смогут онлайн промывать так, как они это делают сейчас. Варвара, вы следите за правильными новостями, уже объявили такие университеты, и как Нотр-Дейм, и Пэрду, и University of South Florida. Все университеты объявили, что к 10 августа открываются двери, возвращаются студенты. Знаете почему? Потому что студенты не хотят учиться онлайн. Не хотят. Не хотят? Нет. Нет. Студенты, это молодежь. Им нужно общение. Им нужно, да. Им нужно собраться. Они общаются в основном через... Сидят рядом два молодых человека, она и он, и общаются через телефон. А когда они на кампус приезжают, они еще там бухают, занимаются развратом и прочими вещами. А этого и не хватает. И участвуют в разных собраниях, митингах и так далее. Ездят со своих командами в разные штаты, там тусуются. Это молодежь. Они не думают о том, что им промывают мозги. Они не понимают, конечно. Они не думают, не потому что они... Они не понимают, они не думают об этом. У них, и я вам скажу честно, и очень хорошо, что они об этом не думают. Потому что в каждом возрасте есть свои заботы и свое время. Я считаю, что не должен 18-19-летний пацан сидеть и заниматься политикой. Это ненормально. А вот я с вами не согласна. Это... Помните, Наоми у нас выступала? Ну, одна из ведущих была девочек. Да. Это же пример для поддержания. Кому? А вы говорите, не должен. Я обожаю Наомку. Но, еще раз, дети в возрасте 18-19 лет, если они сейчас не будут получать удовольствие от жизни, то когда они должны это делать? Когда? Когда будет семья, когда появятся дети. Удовольствие от жизни можно только идя следом за коммунистами? Все, окей. Я думаю, что... Какой-то абсолютно непонятный разговор. Рара, вы меня извините. Я не хочу занимать больше времени. Ну, да, спасибо вам за это. Но вы... Так, будьте... Здравствуйте, добрый день. В эфире. Добрый, добрый. У меня два вопроса. Первый. Что за победа республиканцев Калифорнии? Я просчитала, какая-то есть. И второй вопрос. Выборы. Я читал... Специальные выборы. Что за выборы поподробнее, если можно. И второй вопрос. Я читал, что Трамп и Пенс объявили войну СМИ. И в Твиттере, и в других соцсетях. Тоже хотелось бы поподробнее, если можно. Окей, спасибо большое. Значит, в Калифорнии были специальные выборы, и там в одном из округов выиграл республиканец, чего не происходило, по-моему, лет 35. Да, но это special election. Да, это специальные выборы. Но, тем не менее, это... Ну, да, мелочь, но приятно. Да, что все три десятилетия демократы держали этот округ, и вдруг вот сейчас победил республиканец. Кстати, парень, по-моему, из бывших военных, насколько я знаю. В общем, вот это считается победой. Ну, это победа, да. В принципе, это победа. Теперь, что касается Твиттера, значит, Трамп очередной твит выпустил, а Твиттер теперь приписочки делает к его твитам. Факт-чек, так называемый. То есть, Трамп... Ой, а почему же был этот твит? А, по поводу смерти этой... Не-не-не-не, это было по поводу голосования через путь. А, mail order. Да, да, да. То есть, Трамп выразил справедливо, не без оснований, опасения, что голосование по почте приведет к еще большим фальсификациям выборов. А вот Твиттер, там, по-моему, с какой-то еврейской фамилией парень сидит, который возглавляет вот эту команду, который выступал, там, он постоянно Трампа критиковал, какими словами только до этого. Ну да, да, да. То есть, такой антитрампист, закаленный. Вот он возглавляет этот отдел, который занимается вот этим факт-чек. Так вот, значит, Твиттер решил, что Трамп пишет неправду, что никакой фальсификации нет, никаких неприятностей нет, при этом ссылается на Вашингтон Компост газету и еще на какую-то... В общем, как бы вот Вашингтон Компост, который, ну, впрочем, наряду с остальными, с Нью-Йорк Таймс, с Лос-Анджелес Таймс, с CNN, с Чикаго Трибюнг, но наряду с остальными средствами массовой информации три года убеждал американцев, что Трамп является русским шпионом. И... И Твиттер это как-то не опровергал. Никогда ни Твиттер, ни Фейсбук, никогда они с радостью ждали вместе с Ленькой Могилевским пари по поводу импичмента. То есть, вот как бы этим можно... Скажите, что я не прав, что средства массовой информации не уверяли нас, не приводили какие-то... Да. Сережа, ты мне извини, но... Ты понимаешь, одно дело средства массовой информации, где люди прекрасно понимают разницу, да? То есть, средства массовой информации, если оно официально зарегистрировано, есть определенные регулейшнсы, rules... Он несет ответственность. Он несет ответственность и так далее. Доказать, в принципе, практически невозможно, но... Практически невозможно. Практически невозможно. Но есть регулирование. По крайней мере, есть какое-то. А вот эти вот платформы, так называемые, которым Конгресс подарил иммунитет, поскольку они доказали, что они не являются издателями, они являются просто платформой, на которой люди публикуют свое собственное мнение, которое может соответствовать или не соответствовать. Если им разрешают это мнение публиковать. Да. Оказывается, а теперь они взяли на себя функцию издателя, цензора. То есть, они будут позволять кому-то какое-то мнение высказывать, а какое-то запрещать. Ну, понятно, ежику, что все ли в радикальной отребье со своей ложью в течение трех лет это делал и продолжает делать, это ничего, это пропускается, это не подвергается сомнению. Но все люди, все, так сказать, участники всех этих соцсетей, которые выступают с какими-то консервативными идеями, с идеями критики Китая, там, демократов, фаучи и так далее, они подвергаются жесткой цензуре. Посты удаляются, людей блокируют. И вот Мэтт Гейтс, конгрессмен из Флориды, работает над законом. Я не знаю, пройдет ли он сейчас, вот в это время, в этом составе с полоумной бабушкой во главе и с большинством принадлежащим китайским демократам, а такой закон навряд ли пройдет, потому что они точно понимают, сидя в Конгрессе демократы, точно понимают, что все эти твиттеры, фейсбуки и гуглы и ютюбы на стороне демократов, поэтому навряд ли они пропустят этот закон. Так вот, Мэтт Гейтс готовит законопроект, где они лишаются этого иммунитета, и совершенно правильно. Если уж вы, сволочи, решили валить на себя, так сказать, ответственность издателей, то тогда и отвечайте по полной программе. Ты помнишь, как выступал Марк Зубберг, как ты его называешь? Зубберг, как ты его называешь? Ну, неважно. Ты помнишь, как он выступал в Конгрессе? В Конгрессе? Да. Это же был вообще, это не то, что клоунад. Жалкое зрелище, если честно. Это разве было, это слушание в Конгрессе человека, который... Ты знаешь, у меня изначально, когда они первый раз вышли в паблик, у меня вдруг, я не знаю, ну, подсознательно как-то, что он вообще-то здесь просто, так сказать, человек, который... Ну, ширма такая. Конечно. За ширмой стоят реальные люди. Кому нужно, а тебе и стоять. Реальные люди стоят за этой ширмой, и, так сказать, вот, а это такой мальчик, который стоял у истоков, в принципе, там, со своими друзьями, которых он кинул, по-моему, если я не ошибаюсь. О, вот я хотел сказать. Много можно сказать о человеке, судя по его действиям, когда вот он поступил так со своими партнерами, которые вместе начинали. И вот, похоже, что за этим всем стоят серьезные дядьки и тетки, тетки и дядьки, которые вот все этой лабудой заправлялись, заправляют и заправляют они в одном направлении. То есть, китайцы, пожалуйста, любимые, родные, коммунистическая партия, золотые. А вот консерваторы в Америке – это вообще фашисты, расисты, женоненавистники и так далее. Поэтому мы их всех будем блокировать, тем более год выборов, начнем проводить цензуру. В общем, если... Трамп высказался очень серьезно по этому поводу, и Пенс высказался, но я не думаю, что... Трамп сказал, типа, мы мониторим, и если, так сказать, порядок не наведем, то закроем. Навряд ли он закроет. Нет, закрыть он не может. Ну, сказал так в горячах. Ах, закрыть он не может, но лишить их иммунитета хотя бы, чтобы... Потому что, слушай, к ним предъявляются многомиллиардные иски. Да. И они, пользуясь тем, что Конгресс... Вообще, это было зрелище, вот ты напомнил по поводу слушания. Сидели там 10 сенаторов, которые в кармане у Сукиберга находятся. Во-во-во, Сукиберга. Которых он купил с потрохами, да и такие проститутки. И они устраивают слушание с умным видом, там, задают вопросы. Да, как будто они что-то вообще соображают о том же, о чем он говорит, да? Я ничего не понимаю, с другой стороны, ты, кстати, знаешь, что вот грядет очередная избирательная кампания, и этот хлопец опять им там бабла отварит, чтобы они могли переизбраться, сесть в свое кресло и продолжать творить чудеса. Знаешь, не потому что она черная, я просто клянусь, я когда слушал вот эти вот все слушания, и я смотрел на эту нашу шеллы. Да, это вообще, она только недавно обулась в нормальную обувь. Раньше ходила босиком Эн Джамайма, самая настоящая. Не потому что я расист, а потому что она себя такой позиционирует, что вот она типичная, черная, она там такая. И она ему задает вопрос, ты о чем? То есть он тебе дал вопрос. А ты помнишь эту историю, когда security там на Капитоле, я пытался что-то ей там восстановить, типа, а где у вас удостоверение, что? Она его телефоном начала калашматить. То есть отмороженное, и вот это вот отмороженное чудо, босоногое, вершит судьбы американского народа. Или является чем-то представителем. И представляет демократическую пасти. Так что, да, 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 да. Но самое интересное еще то, что, вот так ты сказал, то, что они находятся в кармане у Заккерберга, это само собой. Но, ты понимаешь, ладно, цензура, ладно, слушай, в конце концов, его компания, он хочет, что это его компания. Есть какие-то детали, которые должны возмущать любого нормального здравомыслящего человека, особенно еврея, когда тетка, которая тесно связанная с мусульманским братством, с этими шахидами, попала в этот комитет, который будет осуществлять надзор и цензуру. Как вам это нравится? Ну, демократам это нравится. Потому что демократы, так же, как и палестинцы, палестинские арабы любят Израиль. Поэтому вам нравится, когда шахиды становятся, входят в комитет, который наблюдает, цензурирует, так сказать, посты, которые публикуются на Фейсбуке. Вам это нравится. Поэтому вы голосуете за таких уродов, которые это позволяют. Вам это нравится. Теперь у нас есть еще пару минут насчет голосования за уродов. Как тебе нравится? Я не буду далеко ходить, но как тебе нравится наша Лори Лайтфуд? Вот объясни мне такую вещь. Есть какая-то логика у нее в башке, когда открыт штат Индиана, открыт штат Вискансен, открыт весь штат Иллиной, но она закрывает город Чикаго. И там через 2-3 года за нее опять же проголосуют. Вот это объясни мне. Ну, потому что 55% населения этого каунти, этого города составляют афроамериканцы и латиносы, которые голосуют блоками, вот такими блоками, монолитными блоками. Правда, Трампу немножко удалось пошатнуть, но навряд ли здесь. Здесь нет. Навряд ли Англ Вуд пойдет голосовать за Трампа. Ну, видишь, Приткера... Да, кстати, ты вот упомянул Вискансен и Индиану, я и только что вернулся из Вискансена. И я за эти 4 дня, которые там был, настолько отвык. Почувствовал себя человек намордненько. Сегодня или вчера. Вчера заскочил Вудман с машиной помыть, потому что наш корабль не одел маск. На тебя там никто в суд не подал. Назад. Никого, ни души не было. Вообще, вот и в помещении никого ни души не было, но тетенька, которая ставила там заказ за бензинный чарджер, ты за это маску одевай, выскочил быстренько. То есть я отвык, там редко кого увидишь, но, в принципе, народ гуляет по улице. Это не этот гадюшник, небольшой город, это не метрополия, это такая периферия нормальная, где живут нормальные люди. Ну, есть сумасшедшие, которые гуляют по улице, там вокруг никого нет, они в маске. Есть сумасшедшие, я видел, которые в машине едет один, а они в маске. Ну, идиоты везде есть, даже в Вискансине есть идиоты. Причем в Вискансине тоже идиотов хватает, поскольку они вот на последних выборах губернатора проявили свой идиотизм, так сказать, во всей своей красе. Это губернатор, который привел в порядок бюджет, который наладил финансовое положение, который выстоял атаки не только местных профсоюзов школьных, а тут же со всей страны туда деньги валили. Вот. И он это все выстоял? Да. Или, может быть, эти наши с Кукаунти поехали туда, автобусов отправили, которые приняли. А как мы можем без профсоюзов? Ты чего, Олег? И вот они, тем не менее, взяли и этого губернатора своего скинули. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Анатолий, Сергей, добрый день. Здравствуйте. Молодцы ребята, как всегда. Слушайте, вообще, вы вдумайтесь, вы вдумайтесь, мы вообще в безвыходном положении на штат. У нас губернатор еврей, у нас мэр Чикаго, она лесбиянка и чернокожая. То есть любая критика воспринимает антисемитизм, и расизм, и агент ФБЧ. А одно из последних выступлений этой мэрши, это пугало на огороде, и то красивее, чем она, было такое высказывание. Конечно, говорит Трамп, чтобы открыть эти церкви, потому что они за него голосуют. Вот так, давайте, если пользуются, это логика, давайте, за кого она? У нас открыты ликерные магазины, у нас аборты делают на полный ход, теперь она сегодня хочет казино. То есть, от этой ее, вот это ее, она... Да, это ее электорат. Она получается, понимаете? Это ее электорат и доноры, да? Это, да, это те, кто ее, как, тухом-си опел, те опел, это вот, да, и вот джекал Хрищин, они за него голосовать не будут, так дальше. Но вот эта ситуация, евреи, лесбиянка, черная, мы, как действительно, ты что не сладкая, слава тебе палец, расист, антисемит, все, что хотите. Вот так вот. Как заявил кандидат от Демократической партии, Слиппин Джо, сказал, что если ты еще не определился, у тебя проблема определиться за кого ты, за Трампа или за меня, значит, ты не черный. Это, да, ну, это, вы помните, даже в былые времена, когда Баба, честь и чек-то, поэтому, наверное, он, в принципе, никогда не появлялся в Белом доме, как в Шапе, но, что он заявил, что он не полностью черный, так, что он не может, и это ему не простили. Конечно. Вот, так что, ну, это вот такая ситуация. Ну, что делать будем, ребят? Да, ничего, ему не только этого не простили, но его и сына еще посадили. Ничего, мы знаем, что делать 3 ноября. Совершенно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Спасибо, Алексей, спасибо. Спасибо вам, уважаемый, спасибо. Так, ну что, подошло время сделать небольшой пиве, буквально пару минут, после чего вернемся, продолжим. Если будут вопросы, телефон вы знаете. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, звоните. Наши выдающиеся политики местного разлива, то есть местные, штатные, приняли бюджет. Дырка в бюджете... Несбалансированный. Дырка в бюджете, по-моему, будет где-то порядка 11 миллиардов долларов денег. При этом, ты помнишь, этот наш гений, губернатор, заявил недавно, что если бы не вот эта беда с коронавирусом, то мы приняли сбалансированный бюджет. Человек врет просто, просто вот на голубом глазу. Врет. А меня интересует, с того момента, как он стал губернатором, что изменилось с нашей дырой бюджета? Он что, чем-то ее заполнил? Ну, если только своим задом. В общем, врут, не стесняясь. И думают, что вокруг... Ну, собственно, в Кубкаунте достаточно идиотов живет, поэтому, возможно, на них и рассчитано. Так вот, приняли такой бюджет, причем там у них есть одна мечта в этом бюджете – получить от федерального правительства 6 миллиардов долларов денег. И что оно им даст? Ничего не даст, абсолютно ничего. Просто распилить легче. То есть, обрати внимание, Иллиной, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Калифорния. Да? Штаты, которые настаивают на том, что федеральное правительство должно им дать десятки миллиардов долларов денег. То есть, до этого они загнали свои штаты в яму, а теперь, так сказать, вся страна должна дружно вытаскивать из дерьма этих идиотов. Почему идиотов? Потому что, вот скажем, сладкий Ньюсом заявил о том, что, ну, во-первых, он принял и сдал указ выплачивать подъемные, так называемые, стимулирующие стимулы чеки людям, которые находятся в стране нелегально. То есть, вот кто-то вчера перепрыгнул через забор там или через Рио-Грандо, кто-то может год, два, три, четыре назад, им, значит, нужно выплачивать деньги, и при этом параллельно сказал, что если федералы нам не дадут денег, мы, я начну увольнять полицейских и медсестер и так далее. То есть, деньги он будет тратить на нелегалов, а полицейских он будет увольнять. Вот такой гениальный, типичный демократ, такой сладкий, блин. Еще один штимп, который убил порядка четырех, сколько там тысяч пожилых людей в Нью-Йорке. Около пяти. Вот, Куома, гений Куома, значит, при этом вот местное министерство здравоохранения Нью-Йорка, это распоряжение, которое было его, о том, что инфицированных коронавирусом отправлять назад в Нью-Йорк Синхома, и Нью-Йорк Синхома не имеют права отказаться от этого, то есть, обязаны принять. Это распоряжение они как бы убрали с веб-сайта. Ну да. Да, гений такой, и он по-прежнему у этих демократов ходит в героях, они его по-прежнему считают героем, то есть, каждый день выходил, рассказывал, показывал, бла-бла-бла-бла-бла. А вообще слушать, вот меня интересует, насколько нужно быть действительно дебилом, полнейшим, для того, чтобы получать удовольствие от речей, которые он толкает к Вому. Во-первых, как он их толкает? Вот это манера разговора. Ну как? Значит, последнее сообщение о том, что сегодня Фредо Куома поехал в Вашингтон на встречу на терке с президентом. Значит, и у него есть несколько гениальных идей, чтобы ему выделили несколько сот, может быть, миллиардов долларов, для того, чтобы он там решил реконструировать аэропорт в Нью-Арке, который все время под реконструкцией находится. Вот сколько я в Америке живу. Кто-нибудь был в этом аэропорту вообще? Я летел из Израиля через Нью-Арк. Я сидел там сутки в этом аэропорту. Так вот, гениальная идея. Давайте реконструируем аэропорт, давайте реконструируем тоннель там. Линк-эн-тоннелл? Нет, какой-то другой, по-моему, а может Линк, не знаю. В общем, вот такие гениальные идеи, дайте мне денег. И почему он такой, знаешь, у него гениальная идея, мы тут сейчас все закрутим, завертим. Я помню, с такой же идеей выступала Калифорния. Обамка там выделил какое-то количество миллиардов долларов на строительство скоростной дороги между Калифорнией и Невадой, если я не ошибаюсь, если мне память не изменяет. В общем, деньги разворовали нахрен. Просто вот, вот, подчистую, что-то там они копали-копали, и все, и на этом все дело заглохло. Когда уже? Абамки нет уже сколько лет? Ну, Абамка же взял 800 миллиардов. Вот, и вот теперь с такой же гениальной идеей Фреда Куова полетел в Вашингтон. Давайте нам сотни миллиардов долларов денег мы тут сейчас весь Нью-Йорк реконструируем, перестроим. В общем, по старой проторенной дорожке. И наш упырь, который сидит в Спринфилде. А нашему пофиг, по-моему. Тоже ему хочется денег, но он даже не чешется. Отправили письмо в Вашингтон, значит, попросили 40 с чем-то миллиардов долларов денег. В общем, люди, за кого голосуете, того и получаете. Что я вам могу сказать? Деньги разворовываются, какие-то гениальные проекты. Да, запланировали потратить 43 миллиарда долларов денег в следующем году в нашем штате. Это больше, чем даже в прошлом году. Поправочку можно? Да. 46. 46, окей. Это больше, чем в прошлом году. При этом этот тупырь закрыл нахрен всю экономику. Только вот Essential остались работники. А кто? Государственные служащие. То есть те, кто получают из бюджета деньги. А всех остальных прикрыл, ну, за исключением больших магазинов. Target, Walmart, Home Depot, Woodmans и так далее. Вот этих оставил, потому что он потом их будет доить. Естественно, налоги же как-то надо. Доить будет, доить будет. А ты мне скажи такую вещь. Поднял, удвоил налог на бензин. Мама дорогая. Удвоил. Да, удвоил. То есть не на 5 центов поднял. В два раза увеличил. Послушай, мне пришел за трейлер, я не помню, сколько я платил за трейлер, на котором таскаю лодку. Мне пришла эта бумажка, 154 доллара. А платил же 101. Я не помню, за трейлер столько же платили, сколько? Да, 101. Это платит. Окей, значит, 101. Да. В полтора раза подняли налоги вот на эту марку, на этот стикер. А где деньги? О! Алло, Прикстер. А как у нас получилось дыра в 7 миллиардов, скажи мне? Иди, деньги, деньги где? А денег нету. Нету. Поэтому давайте ждем от федералов. То есть гениальные политики, блин, как же нам везет в этом штате. Добрый день, вы в эфире. Ну, во-первых, наш Коума уже заявил, что в том, что виноваты старики. На голубом глазу он говорит, виноват Трамп. Только Трамп мне приказал. Это во-первых. И у меня к вам вопрос. Скажите, в Сенате что-то с новым трансом? Какое-то движение есть? И, по идее, до 1 июля они должны что-то сказать? Я послушаю. Значит, единственное, какие разговоры идут в Вашингтоне, это о том, что, ну, вот были как бы 600 долларов стимулирующие чеки для тех, кто потерял работу и пошел на пособие по безработным. А сейчас обсуждается тема вслух. 450 долларов каждую неделю тому, кто вернется на работу. То есть к зарплате плюс к зарплате 450 долларов. Потому что, ну, действительно, огромное количество людей сидят у телевизоров целыми днями, получают больше, чем получали, ни хрена не делать. И на работу их не выгнать, с одной стороны. С другой стороны, рабочие места потерялись. А, в общем, какая-то такая сложная ситуация. Кто-то не может работников найти, а кто-то не может найти работу. Так вот, чтобы подстимулировать людей, чтобы они перестали сидеть на пособии по безработице, им обсуждается эта тема. Это еще не решение. Обсуждается эта тема о том, чтобы доплачивать 450 долларов дополнительно к регулярному заработку тем, кто вернется на работу. Ну, опять же, ты понимаешь, я должен... Я честно, я не считаю, что это хорошая идея. По одной простой причине. Она должна... То есть, если они мне скажут, что вот эти 450 долларов будут стимулироваться людям, которые потеряли работу более высокооплачиваемого... То есть, привожу пример. Я получал, например, 1000 долларов в неделю. Да? Сейчас я потерял работу. Ну, я получал свои эти 600 долларов в каждую неделю в чеках. Это уже 2500. Плюс там еще unemployment и так далее. Я сижу на работе. Если я возвращаюсь на работу и получаю в полном объеме свою зарплату, то почему я должен получать вот эти 450 долларов в дотацию? То есть, я вернулся на свою зарплату. Если я потерял свою зарплату, я получал 1000 долларов в неделю, а теперь меня взяли, допустим, на 600. Ну, как бы имелось в виду, что если ты получал 1000 в неделю, то 70% ты получаешь 700 пособия по безработице, плюс анатапов 600 долларов. То есть, 1300. Как бы сижу, курю. Да? 1300 получаешь. Да. Для того, чтобы тебя спихнуть с этого места, они предлагают дополнительно 450 долларов тебе, чтобы подстимулировать. Ты посчитала... А я не понимаю, почему они не могут просто убрать эти 600 долларов. Не можешь объяснить? Ну, они вообще, по-моему, лимитированные. Но сказали, должно было быть до 1 июня. Теперь они продлили до 1 июля. Ну, хорошо. Да обрубите вы эти 600 долларов. Все. Ну, боятся, что тогда совсем экономика умрет. Окей. А, хорошо. Потому что это деньги, которые тратятся все-таки. Хоть чуть-чуть, хоть куда-то тратятся. А если их не будет, я не знаю. Ты знаешь, что у них в том-то и дело, почему они поменяли вот эту вот систему с 600 в unemployment и 450 вернуться на работу? Потому что они показали, что 80% денег, которые они дают как дотацию, уходят людям на сейвингинг. А, вот это да. Они не вкладываются в... То есть люди экономят. У Кьюбана была по этому поводу какая-то мысль. Я слушал его интервью, и вот там было какое-то рациональное зерно. То есть, ну, он говорил вообще там платить 2000 долларов в месяц или что-то постоянно, но при условии, что в течение там 10 дней, скажем, ты эти деньги потратишь. А теперь скажи мне, знаешь, почему Эндрю Йень так и никуда не выскочил со своими 1000 долларов в месяц? Знаешь, почему? Потому что, когда хорошая экономика, прошу прощения, говоря твоими словами, нахрен мне нужны эти 1000 долларов, если я могу сидеть и зарабатывать деньги. То есть Кьюбан, опять же, он просто меняет сумму. Кстати, вот ты высказал по поводу Кьюбана интересное предположение, что он сейчас мелькает там, там, там. Каждый день он по телевизору. Значит, Свистун, Виселблоуэр, который приближен к демократической партии, комитет не работает якобы на него, но приближен к нему, знает, что там происходит. Доктор Брайт? Нет, кто-то другой, значит, твит тоже сделал, что там сейчас решают, кого же они выставят. То есть, как бы Байдена, они его обсуждают, ну, они уже как бы решили, что он либо от деменции там, или Аксгеймер объявит, и поэтому он... Маска прилипла ко рту, говорить не может, да? Вот, они решают, кто же у них будет, и вот ты высказал такое предположение, что, может быть, Марк Иван выскочит в качестве кандидата, потому что, ну, Хилари уже, как бы, она уже им даже надоела, она уже демократам надоела. Они, правда, имеют некий вес в партии, поэтому они там кого-то пинают, кому-то хвост прищимливают, но неважно. Но она уже, так сказать, отработанный материал, только вот Ленька Могилевский до сих пор влюблен в нее, и еще один тот хлопец, я видел в газете рекламу фотографии. На вкус и цвет товарища, нет. Когда-то. Значит, да. Так вот, они обсуждают, там, решают, и никак не могут решить, кого же выдвинуть, кого. Понимаешь, с одной стороны, как бы Кьюбин, да, такая фигура, но с другой стороны, он, во-первых, миллиардер, во-вторых, он не черный, а в-третьих, он не гомосексуалист, он вообще непонятно, что и как, поэтому, как бы, под большим вопросом. Кьюбин меня потерял как раз в тот момент, когда он сказал, что идея о 15 долларах в час не такая плохая. Все. Давай, наши радиослушатели пытаются... Добрый день, вы в эфире. Мы не даем никакой возможности. Добрый день, ребята, я очень рад вас слышать опять. Все прекрасно. Ну, слушай, Алексей, вы знаете, у меня просто настроение испортилось, и сильно испортилось, потому что нет какого-то права на эту данту. Они будут голосовать попозже, это, я уверен, на 100%. Все демократические штаты, потому что нет запрета. Они будут делать то, а что они хотят. Так что я должен сказать, что я и к чему это все взято. Давайте я вас попробую успокоить. Послушайте. Послушайте, одну секундочку. Послушайте. Не знаю, что даже говорить. Да-да, послушайте. Значит, хочу вас успокоить. Что касается этих фрикен демократических штатов с большинством населения абсолютных дебилов. Потому что не могут нормальные люди голосовать за таких губернаторов, за таких кандидатов. Ну, не могут нормальные люди этого делать. Значит, люди психически ненормальные. Ну, как минимум. Так вот, они всегда, последние, так сказать, десятилетия после Рейгана, они всегда голосовали за одну и ту же партию. Поэтому будут они голосовать по почте, будут они голосовать личной явкой, это не имеет ровным счетом никакого значения. Есть другие штаты, так называемые колеблющиеся, в которых количество людей благоразумных, здравомыслящих, где-то, так сказать, колеблется с людьми, у которых мозги не на том месте находятся. Поэтому, а вот эти-то как раз штаты, они будут определять победителя в этой гонке. И будем надеяться, что там здравый смысл преобладает и возьмет верх над безумием, над этой авантюрой самой настоящей. Правильно я говорю, а недавно, кстати, в каком-то штате были Праймарис, я не помню, это штат, который находится рядом с Миннесотой, с Массачусетсом, Мэриленд или какой-то штат. Балтимон, Мэриленд. Праймарис были по почте все. Миллион билетеней потеряли. Да, да, потерялись. Миллион билетеней в одном штате, вы можете себе представить? И при этом фриккин Твиттер заявляет, что напрасны сомнения Трампа, что это ложь, что якобы это ведет к фальсификации выборов. А это заявляет не только Твиттер, это заявляет Джордж Уоллес, Крис Уоллес, прямо на Факс Ньюс, Сереж, вот же в чем проблема. Но не зря Трамп оторвался по поводу Факс Ньюс в последнее время. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день, спасибо за интересные комментарии. Я хотел бы добавить немножко то, что вы говорили. Пожалуйста, пожалуйста. Вы говорили, что вот, допустим, некоторые бизнесы ищут выгоду сотрудничать с Китаем. И это коснулось и Америке тоже. Но интересно было, вот, допустим, если вы добавили о том, что вот Майк Кампэо, когда он ехал в Израиль, он выставил некоторые требования американские. Потому что израильтяне тоже сотрудничают с Китаем ради выгоды. И в одни истрелования было, там, конечно, вакцинация, как они работают, но также сотрудничество с Китаем ради выгоды. И после его приезда, там, кстати, в Израиле, они отказались от сотрудничества по одному проекту, который уже почти был. Китай должен был строить порт большой в Хайфе. Да, но в дополнение к тому же, понимаете, бизнес есть бизнес. И я вот так подумал, понимаете, люди ищут выгоду. Ну вот, допустим, такая ситуация, вот ваша радиостанция, допустим, про-республиканская, я тоже республиканец. Но если, например, вы получите заказ, и кто-то вам уплатит деньги, например, демократы, скажут, что вот, допустим, рекламировать меня в выступлениях. Вы пойдете на это, как, допустим, как бизнесмен? До сих пор мы от подобных предложений отказывались. И не только... Я просто понимаю, это этика, допустим, журналистская этика, в этом смысле я вот думаю. Например, если вы получите какой-то заказ, если вы действительно журналисты, и действительно, допустим, дорожите своим мнениями, своей этикой, и вы скажете, откажете, потому что это идет в разрез вашей политики, ваших... Вы понимаете, молодой человек, я вам скажу такую вещь. Вы немножко путаете... Я не называю себя журналистом, но вы путаете немножко средства массовой информации и другой род бизнеса. Если мы начнем, как те проститутки, бегать от одной темы к другой, мы просто потеряем своих слушателей. Вот и все. Нам через какое-то время, нам не с кем будет общаться. Поэтому нам нет смысла этим заниматься. Мы можем либо... Да, я вас вполне, скорее всего, поддерживаю это. Я, допустим, поэтому вас и слушаю, потому что мне нравится ваше мнение. И я, допустим, надеюсь, если, допустим, получится вот так как это бизнес-предложение к вам, я не имею в виду, что вы, допустим, знаете, что... Я буду уговаривать Сережу на то, чтобы просто продать... Да, ну, в смысле, чтобы вы не сошли своего пути, своей точки зрения. Нет, мы будем держать нашу точку зрения. Потому что некоторые станции, допустим, они идут на это, и они теряют, вы право, они теряют своих слушателей, и теряют, знаете, свое, как говорится, я в этом мире, и уже люди не доверяют им, так же, как, получается, fake news и fake radio station. Конечно, конечно. Желаю вам всего самого хорошего и, кажется, stay straight. Спасибо, спасибо, мы... Спасибо. Мы... иногда мы ошибаемся, но вот так, чтобы сознательно придавать идею... Ну, как-то... Не в этом бизнесе, Сережа. Америка, на самом деле, это не место, это не географическая точка, это идея. Конечно. Это идея. А, к сожалению, демократы этого не понимают, и те, кто голосует за демократов, тоже этого не понимают. Это была идея, это была инновационная идея. И этот эксперимент, на мой взгляд, весьма и весьма убедительно показывает, что это тот путь, который выбрала Америка, это единственный путь верный. Потому что почему-то, как бы здесь, по словам демократов, не было плохо, но почему-то все рвутся в Америку. Потому что изначально была заложена идея, что каждый человек, кузнец своего счастья, не ограничивать права людей, а ограничивать права в Конституции, написано с тем, чтобы ограничивать права чиновников и правительства. Каждый человек принимает решения, отвечает за себя и пожинает плоды своего труда. Вот такая несложная, нехитрая идея, но она работала, работала вот столько лет. Будем надеяться, что она будет работать. И, к сожалению, многие люди, ну, я не знаю, в силу заблуждений своих считают, что нам необходимо, так сказать, перенять опыт Европы. Нет, не надо перенимать опыт Европы. Не надо. Пусть Европа перенимает наш опыт, и тогда у них будет все в порядке. Спасибо, друзья. Всем бай-бай.